Школьное молоко Если мы не меняем идеологию программы «Школьное молоко», то ребенок должен это молоко получать ежедневно. Особенно для маленьких школ, отдаленных школ, ежедневная доставка молока – это на самом деле серьезная проблема. При проведении торгов приходили поставщики, которые не могли охватить всю республику, и они практически участвовали в торгах в разных школах, в разных районах. И в течение последних уже нескольких лет была проблема, как обеспечить именно доступность этой программы, чтобы дети каждый день могли это молоко получать. Мы сталкиваемся с той ситуацией, когда ребенок получает молоко раз в неделю, сразу, предположим, литр за пять дней, либо вообще за две недели, а потом уже и за месяц. И вот та ситуация, которая возникла в конце 2015 года по городу Петрозаводску, и не только по городу Петрозаводску, но и по ряду районов, когда дети получили сразу очень большое количество молока, которое просто даже невозможно было реализовать даже в семье. А последняя ситуация, когда в Петрозаводск и в ряд районов поступило некачественное молоко, я не буду пока комментировать эту ситуацию, потому что этим занимается Следственный комитет. Естественно, наши производители не могли конкурировать по ценовой политике, поэтому молоко к нам поставляется практически со всей Центральной России. И тогда возникла, вернее, обострилась ситуация настолько, что мы стали уже разговаривать с педагогической общественностью, с родительской общественностью. Насколько целесообразна вот именно эта программа, и, может быть, нам правильнее было бы вот этот объем средств направить на более полноценное, горячее, ежедневное питание ребятишек, которые в начальной школе учатся, потому что для них школа сама по себе является стрессом. И плюс вот та стоимость ежедневного питания, она тоже ограничена достаточно, и ребенку мы не можем, например, дать там фрукты, соки ежедневно, увеличивая стоимость питания ежедневного, обеспечить более полноценное и качественное питание детям в начальной школе. И такие обсуждения проходят и в образовательных организациях, и у родительской общественности, в общественных организациях. Сразу скажу, что мнения очень разные. Мнения очень разные. Есть родители, которые настойчиво предлагают сохранить эту программу, но есть родительские комитеты, которые, наоборот, активно обращаются с просьбой обеспечить полноценное горячее питание ежедневно, нежели вот этот пакет молока раз в неделю. Мы сейчас, безусловно, проанализируем все предложения, которые поступили, но все-таки большинство предложений и от родительской общественности, и от педагогической общественности – это максимальное усилие приложить для обеспечения горячего питания ежедневного для детей начальных классов. Скорее всего, все-таки правильнее и, наверное, для детей полезнее организовать полноценное ежедневное горячее питание, с учетом того, что мы просто сможем дополнить объем финансирования, который сегодня у нас есть в нашей адресной программе, тем финансированием, которое мы предполагали на школьное молоко. Медицинское заключение мы уже тоже получили о том, что вот такое неравномерное организация обеспечения школьным молоком не приводит к улучшению состояния здоровья однозначно. Мы должны уже до конца июня четко определиться, как мы будем дальше жить и действовать именно в рамках этой программы. Я как все-таки педиатр в прошлом, я считаю, что рациональнее и правильнее было бы сегодня организовать ежедневные горячие полноценные завтраки для детей, потому что не будем как бы эту ситуацию как-то нивелировать. Для некоторых детей, особенно в районах, и детей из неблагополучных семей, это единственный полноценный прием пищи, потому что дальше уже как семья сможет, так и обеспечивает питание, а это именно полноценный прием пищи. Мне кажется, что сегодня правильнее было бы перевести детей на полноценные горячие завтраки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА